приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем изобилие и достатке сегодня с вами в этом видео мы уделить уделим внимание нашему кошельку и поговорим о том как же правильно дарить кошелек и вообще нужно ли дарить кошелек тому человеку которому вы хотите преподнести подарок об этом более детально мы поговорим далее в этом видео а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми кому действительно эта информация будет полезна и важно итак начнем если виновник торжества сам захотел получить кошелек в подарок а такое бывает тогда лучше вместе с ним отправиться в магазин и заплатить за товар который он сам выберет но если по каким-то причинам это невозможно сделать тогда следует самостоятельно заняться поисками подходящие модели бумажника чтобы подарок был не только приятным но и нес положительную энергетику его правильно необходимо преподнести и делать это нужно следующим образом во внутрь изделия обязательно нужно положить денежную купюру крупного номинала согласно суевериям необходимо поместить в кошелек монеты причем они могут быть даже иностранными или старинными обязательно нужно дарить аксессуар закрытом виде в противном случае он будет нести в себе энергию безденежья также нежелательно передавать такой подарок из рук в руки лучше положить его на какую-либо поверхность например это может быть стол тумба или стул существует одна давняя примета в которой говорится о том что бумажник можно дарить лишь тем людям чей достаток ниже чем у дарителя таким образом происходит обмен энергией и получатель такого подарка обязательно станет более благосостоятельным и успешным человеком но следует помнить что кровным родственникам преподносить подобные дары нельзя так как это сулит большие финансовые проблемы если вам подарили пустой кошелек не стоит паниковать его можно зарядить денежная энергия чтобы он действительно притягивал богатство изобилие и достаток вашу жизнь для этого в бумажник складывают все купюры крупного номинала которые есть в доме закрывают его и прячут прячут в укромном месте на 7 дней по истечению положенного времени подаренный аксессуар можно использовать по назначению данный ритуал желательно делать на растущую луну и делиться этим ни с кем не нужно кошелек вопреки всем суеверия можно стать прекрасным подарком другу любимому человеку или коллеги чтобы презент нес в себе денежную энергию его необходимо правильно выбрать и преподнести подаренный пустой бумажник не является проблемой если знать как зарядить его на привлечение денег и друзья выбирая презент родным любимым друзьям или сослуживцам многие задумываются о приобретении кошелька или портмоне конечно же это отличный подарок который подойдет как мужчинам так и женщинам ассортимент конечно же подобных изделий достаточно огромен а цены разнообразны что делает такую покупку возможной и не обременительной для разных слоев населения однако некоторые не рассматривают кошелек в качестве презента бытует мнение что это даже дурная примета какое зло таит даренный хранитель денег и существует ли способ сделать подарок безопасным когда же дарить кошелек нельзя знаете вообще-то нашими предками было сказано о том что дарить кошелек это плохая примета он принесет своему владельцу проблему в финансовой сфере так считает множество людей и они в какой-то степени правы однако кошелек не всегда опасен в качестве подарка и привести к безденежью эта вещь может в следующих случаях если преподнести пустой кошелек момент дарения он будет открыт если даритель торговался при покупке если ваш кошелек не новый если не подходит цвет изделия и материальное положение дарителя ниже чем получателя имеет значение размер и конечно же форма изделия плохо когда его конструкция позволят позволит хранить купюры только в сложенном виде считается что маленьком пространстве деньгам тесно и они долго там не задерживаются несмотря на массу предостерегающих примет кошелек может стать все-таки отличным подарком просто необходимо соблюсти ряд условий при его покупке и сразу после нее важно помнить что деньги предпочитают желтый красный коричневый белый и черный цвет хозяин синего голубого зеленого или березового кошелька будет испытывать недостаток средств эти цвета гонят деньги прочь и они утекают словно вода из сито покупая подарок никогда не торгуйтесь предпочтение стоит отдавать изделие из натурального материала это может быть кожа или замша приобретаемая вещь должна быть качественные деньги помните не терпят небрежности сразу после покупки в кошелек нужно поместить немного мелочи и бумажную купюру после чего закрыть его и не открывать до момента вручения будущему хозяину можно кошелек дарить и на день рождения приметы не запрещают этого делать главное соблюсти все правила его выбора и покупки не стоит преподносить подобный подарок начальнику и человеку с более высоким чем у дарителя достатком хозяину кошелька следует бережно относиться к нему потрепанный и грязный помните он будет притягивать только финансовые катастрофы и и когда подобная вещь приходит в негодность ее благодарят за службу и только тогда меняет на новую теперь друзья вы знаете о том как правильно дарить кошелек а также кому можно и кому нельзя дарить кошелек конечно сейчас многие скажут о том что ну как же нельзя подарить кошелек есть одно дело когда человек дарит с добрыми помыслами с добрым настроением и он хочет действительно сделать приятно но в любом случае запомните раз и навсегда какой бы это не был бы человек ни в коем случае нельзя дарить кошелек пустым кстати это относится и к сумкам особенно женским поэтому всегда обязательном порядке положите монетку допустим гременью рубль и доллар евро без разницы но в любом случае положите туда денежку если по каким-то причинам вы увидели что вам не положили и кошелек пустой что же в этом случае сделать таком случае вам нужно за него заплатить тому человеку который подарил такой кошелек особенно если он вам очень если на по понравился и вы припали к нему своей душой в таком случае заплатите ту сумму который вы посчитаете нужно мне обязательно это должна быть рыночная цена это может быть буквально пару там долларов например и 10 долларов на ваше усмотрение и сказать обязательно оплачено таким образом вы перекрываете канал к каким-либо финансовым проблемам и недостаткам